В Венгрии, как и другие европейские страны, развивают зеленые технологии. Министерство экономики пообещало субсидии тем, кто покупает электрические автомобили. Государство компенсирует 20% стоимости электрокара, но его цена не должна превышать 15 миллионов форентов. Это 48 тысяч евро. Цель к 2020 году вывести на венгерские дороги 50 тысяч экологически чистых машин. «Мы ждем от этого проекта роста популярности электромобилей», говорит замминистра по экономическому развитию. То есть больше машин с электродвигателями, полностью экологически чистых, появится на улицах Будапешта. Во имя защиты окружающей среды венгерское правительство хочет установить примерно 3000 государственных зарядных станций. Чтобы дать стимул распространению электрокаров, власти упростили регулирование и ввели некоторые налоговые льготы. Но с другой стороны, использование солнечных панелей облагается налогом, а законодательство запрещает строить новые промышленные ветрогенераторы. Законом запрещено устанавливать ветряные турбины в радиусе 12 километров от мест проживания людей, а кроме того, в радиусе 40 километров от военных радаров и 15 километров от военных объектов. На практике это означает нигде. К тому же правительство говорит, что из-за капризов погоды на стабильное производство ветряной энергии полагаться сложно. Власти Венгрии постановили, говорит аналитик, что 13 процентов нашего энергобаланса к 2020 году должны обеспечивать возобновляемые источники энергии. Сейчас у нас показатель примерно 10 процентов, что в общем-то неплохой уровень. Но нужно понимать, по большей части эти цифры обеспечивают не современные энергетические технологии, а сжигаемое древесное топливо. Таким образом, если в вопросе экологически чистого транспорта в Венгрию в ближайшее время ожидает значительный прогресс, то в производстве электроэнергии страна, как и раньше, будет полагаться на атомные станции и импорт из других стран.